На 2014 год их насчитывается 3200. Абрамс М1А1 выпускался с 1984 года, количество 4800. Абрамс М1А2 выпускается с 1992 года, количество 1200. На вооружении и хранении в армии России по состоянию на 2014 год находятся следующие танки. Т-55 производился с 58-го, количество 2800. Т-62 производился с 61-го, количество 2500. Т-64 модификации А и Б выпускался с 69-го, количество 2000. Т-72 модификации А и Б производился в Тагиле с 74-го, количество 8900. Т-80 и модификации Б, БВ, У, в том числе с газотурбиной и силовой установкой. Производился в Омске и Тагиле с 76-го года, количество 3650. Т-72 Б3, количество более 600. Т-90 Владимир и модификации производятся с 90-го года в Нижнем Тагиле. Количество 750 единиц. Всего в армии России на 2014 год насчитывается 20800 танков. Это в два раза больше, чем в армии США, у которой насчитывается 9200 танков. Подробное сравнение танков смотрите на этом канале в следующих выпусках. Для доставки личного состава к месту выполнения боевой задачи используются боевые машины пехоты и бронетранспортеры. На вооружении армии США стоят следующие машины. БМП Стрекер М1-120 в количестве 4200. Бронетранспортер М113 в количестве 14000. Броневик М11-17 на 1800. БМП Брэдли 6400. М88 Геркулес 2400. Бронетранспортер М93 Фокс 130. РГ-33 1700. Интернешнл Макс Про 187. У России на вооружении стоят. БМП-1 8000. БМП-2 4500. БМП-3 500. Мотолеги 7000. БТР-60 8200. БТР-70 80 82А 8000. В России на 2014 год насчитывается 36000 бронетранспортеров. У США 30817. В то же время гусеничная техника перед колесной имеет значительное преимущество на Европейском театре действий. В России в распутицу может застрять не только колесная техника, но и танк. На вооружении США в гусеничном исполнении только М113 образца 60-го года. Вооруженный одним 12,7 мм пулеметом М2. Для сравнения БМП-2 имеет 30 мм автоматическую пушку 2А42, пулемет 7-62 и ПТУР-конкурс с четырьмя зарядами, который способен спалить танк типа Абрамс на расстоянии 4 км. Основная ударная сила сухопутных войск – это артиллерия. Благодаря большой дальности стрельбы и мощности огня, артиллерия может выполнять весьма разнообразные огневые задачи. Например, подавлять живую силу, огневые средства, уничтожать объекты или бронетехнику. В настоящее время американская армия располагает самоходной артиллерийской установкой М109 Паладин в количестве 1900 единиц. Самоходная гаубица была разработана в 60-х годах, калибр – 155 мм. Максимальная дальность стрельбы – 22 км. Максимальная скорострельность – 4 выстрела в минуту. У России на вооружение стоит следующая система – М100С в количестве 650 единиц. Дальность стрельбы – 24 км. Максимальная скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Это на 6 выстрелов больше, чем американский М109 Паладин. 2С-3 – Акация – количество 1800, 2С-1 – Гвоздика – количество 2200, 2С-34 – Хоста – количество 50, 2С-5 – Гиацинт-С – количество 950, 2С-4 – Тюльпан – количество 430. Итого, российская армия имеет 6500 самоходных артиллерийских установок против 1900 у штатов. Для высокой огневой производительности и возможности одновременного поражения цели на значительных площадях применяются реактивные системы залпового огня. На вооружении армии США стоят следующие комплексы – М142, 400 систем, М270 в количестве 870 – всего 1270. В России стоят на вооружении БМ-21 Град – 3000 единиц, 9К-55 Град-1 – 420, Торнадо Г – 56 комплексов, БМ-27 Ураган – 900 систем, БМ-30 Смерч – 106 единиц и ТОС-1 Буратино – 13 комплексов. Всего 4500 систем против 1270 у США. Из буксируемой артиллерии в штатах М119 в количестве 327 и М3-7 – 580 систем. У России на вооружении стоят буксируемые гаубицы 2А-65 М100Б – 750 единиц, Д-20 – 1027, Б-4М – 40 единиц, Д-1 – 700 единиц, гаубица М30 – 3750 штук, МЛ-20 – 100 стволов, М47 – 50 единиц. М-46 – 650 систем. Всего у России более 7000 гаубиц против 907 у США. Для разведки, уничтожения цели на земле, перевозки людей и грузов применяются вертолеты различных классов. Армия США имеет ударные вертолеты Апач-64 в количестве 740 единиц. Военно-транспортные вертолеты CH-47 «Чинок» – 100 единиц. Многоцелевые вертолеты MH-60 – 1100 бортов. Многоцелевые вертолеты UH-72 «Лакота» – 10 единиц. А также легкие штурмовые вертолеты ON-6 – 20 единиц. У Военно-воздушных сил Российской Федерации насчитывается следующий парк вертолетов. Ударный вертолет семейства К-50, К-52 – 85 единиц. Транспортный боевой вертолет Ми-24, Ми-35М – 670 единиц. Ударные вертолеты Ми-28 – 90 единиц. Многоцелевые вертолеты Ми-8 – 530 бортов. Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 – 40 машин. Многоцелевые вертолеты К-226 – 35 единиц. И многоцелевые вертолеты ANSAT – 30 бортов. Армия России имеет меньше винтокрылых машин, всего около 1500 единиц, против 2000 в армии США. В то же время большая намекатура противовоздушных систем обороны уравнивает количество вертолетов. В качестве ЗРК малой дальности армия США применяет Avenger. Это Хаммер с ракетами Stinger. Всего зенитных ракетных комплексов ближнего действия у армии США насчитывается 700 систем. У России стоят на вооружении ЗРК ближнего действия Стрела-10, дальность до 5 км, количество 400 единиц, Тунгуска, дальностью до 5 км, 250 комплексов, ЗРК малой дальности ОСА, дальность до 10 км, количество 400 единиц, Система ТОР, дальностью до 15 км, 120 единиц, Панцер С-1, 40 комплексов, дальность до 20 км. Всего 1200 систем против 700 у США. Для уничтожения воздушных целей, завоевания господства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолетов применяется истребительная авиация. Штаты имеют самолеты F-15, 518 единиц, многоцелевой истребитель F-16, 910 бортов, F-22 Raptor, 176 единиц, F-35, 27 экземпляров, всего 1630 истребителей. Российская истребительная авиация состоит Су-27, 360 самолетов, Су-30, 51 самолет, Су-35, 36 единиц, МиГ-29, 184, МиГ-31, 120 самолетов, всего 750 истребителей. Опять же, противовоздушная оборона США состоит из 1100 зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и 40 комплексов «ТХАТ», всего на 1150 систем. Россия имеет на вооружении комплексы С-300 в количестве 2100 систем, С-300В – 200 систем, С-400 «Триумф» – 150 и комплексов средней дальности «Бук» в количестве 350 единиц. Всего 2800 систем против 1150 у армии США. Для уничтожения ракетных ядерных средств, важных объектов, поддержки сухопутных войск, обеспечения пролет авиации, десантирования и поддержки десантов применяется фронтовая авиация. На вооружении ВВС США стоит А-10 «Тандербол-2», 289 экземпляров и локот С-130 – 25 единиц, всего 314 самолетов фронтовой авиации. На вооружении ВВС России стоят Су-24 – 21 единица, Су-25 – 200 бортов и Су-34 – 71 самолет. Всего ВВС России насчитывается 292 самолета фронтовой авиации. Для нанесения бомбовых или ракетных ударов по стратегическим значимым объектам, расположенным на территории враждебного государства, применяются стратегические бомбардировщики. У ВВС США на вооружении стоят стратегические бомбардировщики Б-1Б – 63 самолета, Б-2 – 19 и Боинг Б-52 – 72 борта, всего 154 самолета. У ВВС России стоят на вооружении Ту-22 в разных модификациях в количестве 40 самолетов, Ту-95 в количестве 38 бортов и Ту-160 – 16 единиц, всего 94 самолета. Подведем итоги. Личный состав, включая резерв США – 2 млн 270 тысяч, Россия – 4 млн 250 тысяч человек, Танки – 8 900 – 20 800, Боевые машины – 30 870 – 36 тысяч, Самоходная артиллерия – 1 900 – 6 500, Реактивные системы залпового огня – 1270 – 4 500, Буксируемые гаубицы – 907 – 7 тысяч, Вертолеты – 2000 – 1500, Зенитно-ракетные комплексы ближнего 10. Действия – 700 – 1200, Истребительная авиация – 1630 – 750, Фронтовая авиация – 314 – 292, Стратегические бомбардировщики – 154 – 94, Зенитно-ракетные комплексы среднего и дальнего действия – 1150 – 2800, Всего США имеет 49 742 единицы техники. В то время Россия имеет 81 436 единиц техники. Из первого курса военного училища известно, что для ведения наступательной операции необходимо иметь трехкратное численное преимущество. Ни одна из сторон такого преимущества не имеет. В то же время из цифры видно, что Россия имеет численное преимущество для контрудара в случае агрессии. На конец 2014 года численный состав развернутых носителей ядерного вооружения составляет у России 528, у США 794. На развернутых носителях имеется боеголовок, у России 1643, у США 1642. Всего развернутых и неразвернутых носителей у России 911, у США 912. Российский военно-морской флот, армия и ОВС интенсивно обновляются. Естественно, те же процессы имеют место и в американских вооруженных силах. Приоритетом нашей стратегии является оборона рубежей, а это дает нам значительное преимущество. Основной источник о количестве техники – Википедия. Ссылка в описании.